В предыдущих сериях молодая семья переезжает жить из российской глубинки в центр Израиля. Они обживаются и знакомятся с местным колоритом. Один из них – новый знакомый чудной риэлтор, задолжавший по глупости местным бандитам крупную сумму денег. Наши герои помогают ему и взамен получают верного друга. Глава семьи решает в Израиле начать бизнес по продаже автошин. Не сообщив об этом жене, он тратит все имеющиеся деньги на покупку партии зимней шипованной резины. Ну какие гарантии, Валера? Ты знаешь, что я человек не последний в Израиле. Бизнес у меня крупный, начинал два года назад. Привез сначала контейнер с шинами, потом вагонные эшелоны. Сейчас ты знаешь прекрасно. И мерседесы мои, и квартира в Тель-Авиве. Поэтому не парься, назначай завтра встречу у меня в офисе в 10 утра. Подпишем договорчик с ними, будет все четко. Моя снял. Так чтобы он был в цер final, это никогда не угробный. я смотрю новая кофточка от louis vuitton макароны говорю отдай какие макароны макароны последний отдайте отдай это последний детям папы сегодня уже кушал теперь моя очередь на кушай кушай да скажи деньги за шины можно вернуть или нет через два дня уже партия придет уже ничего не вернули но у меня есть идея все равно если продаваться не будут то я придумал как их можно применить смотри в израиле очень много детских площадок так в россии что на детских площадках популярно всякие фигурки из шин вот зайка смотри я специально накачал чтобы можно было презентацию как 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 пример брать смотри вот возле и возле школы из шин сделали забор слоник прикольно да и про машин сделан где-то такое видела в израиле он свинюшка смотрите какая классно ну классно что думаете не зайдет но если не зайдет пойду работу искать все я больше не могу искать людей на эту работу все понимают что это лохотрон да кто как кто боится полиции кто не хочет себе карму испортить короче ладно когда на мальдивы поедем какая европа тут каждая уборщица в израиле может себе позволить поехать в европу я что тебе уборщица ладно я напишу объявление что крупной американской компании нужен русскоязычный менеджер короче вариант для лохов о кажется мой вариант мать смотри в фейсбуке крупная американская компания ищет русскоговорящих в израиле крупный онлайн проект предыдущий опыт не требуется андрей подожди зарплата до 5000 долларов слушай ну на лохотрон похоже правда в лохотроне таких денег не платят ну что ж бэц лоха как говорится а чё бэц лоха раз такая зарплата можно и телек в кредит взять пойти ты серьезно ну а чё здесь все в израиле так живут о мартин а что это вот красивую полочку на мусорке нашел там еще один на мусорке ты что вырутишь на седой дома мама успокойся по статистике в каждой семье репатриантов есть хотя бы одна вещь мусорки правда же лена и кофе мне сделай черный да давид моисеевич на работе сейчас посмотрю какой номер 2715 да это наш объект пожар ну пожар это наш страховой случай и ну пусть присылают акты я все сделаю всех обзвоню окей хорошо все все сделаем лена кофе мне когда будет ефремчик как только дойдешь до школы маме позвонишь хорошо давай еще раз повторим если тебя спросит о чем-то что ты ответишь а если тебя спросит еще раз молодец все у тебя получится хорошего дня пока и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Андрей, что случилось? В общем, не буду я там больше работать. Поругался я с одним клиентом. Ну что, что, что было? Ну, отмутузил там, короче, одного пассажира. Не надо, не надо. Как говорится, поставил на место. Андрей, расскажи, что конкретно произошло? Да что, что, ну, сижу, работаю, стук в дверь. Это ты? Я говорю, заходите. Зашел человек, говорит, я недоволен вашей продукцией. Думал, что это я ему продал. Ну, я ему говорю, ээээ, ты ничего не попутал, говорю. Иди сюда, говорю, что ты тут базаришь. Ну, просто пропустил один ударчик. Вот так-то потом ему вызывал эту больничку, вызывал потом. Пацана жалко, конечно. Ну, в итоге я понял, что продукция у них левая. Как бы люди недовольны, это все лохотрон. И зашел начальнику, говорю, четко так, знаешь, так уверенно. Говорю, я здесь больше работать не буду. Ну, и вы знаете же папку своего. Как бы я могу. Ну, все, я валился. Ну, что, пусть сами работают там, в таких условиях. Слушай, ну, я очень много думала. И можете просто пойти, устроиться на обычную работу, вот как все люди. Думаю, что уже нужно перестать жить вот в этих фантазиях, мечтах, в которых ты живешь. Вот эти идеи твои, которые, по сути, неудачные, правда. Посмотри, куда мы пришли, посмотри, где мы сейчас находимся. Ну, правда, Андрей. Да, наверное, ты права. Наверное, действительно, мне надо перестать быть мечтателем. Признать, что я обычный человек. И пойти на простую работу. Алло. Да. У вас страховой случай. Ваш груз сгорел на судне. Пожар? Это серьезно? Это не розыгрыш? Выплаты, двойная выплата? Да. Конечно, да. Завтра буду в офисе. Хорошо. На корабле, на котором едут наши шины, случился пожар. И теперь нам выплатят двойную страховку. Мы только что удвоили наш капитал. До свидания. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»